Всем привет! Сегодня поговорю с вами на такую тему, как тренировать мышцы таза-одна. Я вам дам самую элементарную, простую технику, информацию по этому поводу. Для того, чтобы эта мышца была в здоровой позиции, а она нам нужна в здоровой позиции, потому что иногда у нас сидячий образ жизни, или мы недостаточно двигаемся, или просто даже действие гравитации, давление всех органов и внутренний каркас на эту мышцу, он всё-таки подразумевает то, что мы в силу даже нашей эволюции, то, как мы развиваемся, то, что происходит с нашим телом, мы всё-таки должны уделять внимание этой мышце для того, чтобы наше здоровье и женское здоровье, и в целом здоровье оставалось здоровым, и с каждым годом всё здоровее и здоровее. Поэтому мышцу на неё внимание обращать нужно, и тренировать тоже нужно. Для тренировки мышц таза-одна можно использовать вот такие вот одинарные яйца. Есть вот такие двойные яйца, они обычно продаются в сэкшопах, так и называется, вагинальное яйцо для тренировки мышц. Для новичков я советую брать именно одинарное яйцо со смещённым центром тяжести и небольшого веса. Эти яйца, в принципе, уже больше идут, как и игрушки, и для даже не только новичков побольше, как бы не всегда они нужны. Поэтому берём вот обычное яйцо, одинарное, выбирайте любое, которое вам понравится. Зачем нам вообще нужно яйцо в тренировке? Яйцо помогает, во-первых, держать фокус внимания на мышце, во-вторых, чувствовать, то есть даже по ниточке обращать внимание, уходит оно вверх, то есть зажимаем мы мышцу, подтягивается ли ниточка или нет, или, наоборот, когда мы расслабляем, то есть что происходит, по сути, яйцо нам помогает иметь более такой контакт, потому что многие девушки, которые только начинают тренировку мышц от дна, у них очень плохая чувствительность. И в этот момент яйца – это как раз прям шикарный помощник, который вам помогает держать там фокус внимания и включать мышцу, с которой у вас, например, слабый контакт. И для начала можно использовать вот такую, как бы, саму же технику, да, это подтягиваем мышцу на пять счетов, раз, два, три, четыре, пять, как будто вот поднимаемся на пятый этаж, и потом расслабляемся так медленно, тоже на пять счетов. Какое-то время поделайте на пять счетов, потом плавно переходите до десяти счетов, то есть мы плавно поднимаемся, как будто на десятый этаж и расслабляемся, также плавно на десять счетов. Можно использовать также упражнение кегеля, там, по сути, то же самое вот подтягивание, только еще в разных позах расположения тела. Тоже очень шикарный инструмент, его можно найти даже в интернете. Поэтому используйте вот такие простые методы, не нужно перекачивать, не нужно покупать какие-то тяжелые яйца. Если даже вы уже не, скажем, прокаченный пользователь, да, и вы тренируетесь уже давно, то все равно с тяжелым весом вообще как бы тренировка с яйцом не должна быть, вот вначале она должна быть, например, минут десять, не больше. Полноценная тренировка, она доходит до 40-45 минут. Но опять же, пока вы тренируетесь, вы находитесь в контакте с телом, в контакте с мышцами, в контакте с тренажером. Не надо с тренажером, то, что тоже, опять же, то, что делать нельзя, это вставлять вагинальное яйцо и просто сидеть смотреть телевизор или какой-то фильм. Не нужно вставлять яйцо и просто ходить по квартире, там, готовить ужин или еще что-то. То есть это не игрушка, это не просто, я не знаю, какая-то вещь, которую вставили и пошли гулять. Нет, если мы вставляем яйцо, и оно имеет даже хотя бы просто маленький вес, вес имеет свойство тянуть вниз, оно тянет все равно. Если вы просто вставили яйцо и, не знаю, готовите или чем-то занимаетесь и уже забываете про это яйцо, то в этот момент он, наоборот, тянет мышцу вниз, то есть, а значит, те же, те органы и все остальное тоже тянет вниз. То есть просто прогулка с яйцом, ходить с яйцом или еще что-то, а это все вредно. То есть мы используем яйцо именно как инструмент во время тренировки. И все. Дальше мы можем просто сокращать. То есть если вам хочется держать фокус внимания или тренировать мышцы еще в течение дня, то можно просто использовать простой инструмент. Это такое быстрое сокращение мышц. То есть мы, например, там быстро раз 10 или раз 50 сокращаем мышцу. Вот это можно использовать в течение дня. Это можно использовать, когда готовим. Это можно использовать, когда утром чистим зубы. Это очень выгодно использовать, когда мы делаем все уходовые процедуры за кожей, за волосами, за телом. То есть это вообще шикарный инструмент в этот момент сокращать, потому что мы включаем сокращением сексуальную энергию. И в тот момент, когда мы ухаживаем за собой, за телом, еще что-то, мы в это вкладываем еще и сексуальную энергию. Поэтому это будет мега круто. А все остальное просто гулять с яйцом. Но это не нужно. Так, про технику рассказала, инструмент рассказала. Задавайте свои вопросы, если что-то непонятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч!